Добрый день! Мы расскажем, как нужно соблюдать государственные санитарные правила и нормы для салонов красоты, а также рассмотрим все важные аспекты на примере салона Арзу, который любезно открыл нам свои двери. В салонах допускается наличие женских, мужских и смешанных залов для обслуживания, а также косметологический массажный кабинет. В рабочем зале, возможно, устанавливают места для продажи парфюмерии и косметики. Салоны оборудуются мебелью, имеющих влагостойкое покрытие, позволяющие влажную уборку и дезинфекцию помещений. Стены, потолки и полы всех помещений должны иметь ровную гладкую поверхность, быть доступными для санитарной обработки и дезинфекции. Вентиляционная система салона, а особенно в кабинетах маникюра и педикюра, требует особого подхода и специальной разработанной системы подвода воздуха. Так как в этих кабинетах концентрация вредных веществ в воздухе может превышать допустимые нормы. Очистка вентиляционных систем производится в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц. В салоне рекомендуется кондиционирование воздуха. Для работников салона красоты является обязательным прохождение медицинского осмотра раз в 6 месяцев. Санитарные книжки хранятся у администратора салона красоты. Без прохождения медицинского осмотра мастер не допускается в работе. Косметологические массажные кабинеты оборудуются спецкреслом, столиком либо тележкой для инструментария, стулом для мастера, вращающейся тумбочкой для косметологических препаратов, умывальной раковины, настельным зеркалом, физиотерапевтическим оборудованием, стеллажами для чистого белья. Салон красоты должен иметь минимальный набор вспомогательных помещений, комната отдыха для принятия пищи, санузел, кладовая и другие подсобные помещения. Подсобные помещения оборудуются раковиной для мытья инструмента с подводом холодной и горячей воды, шкафами для хранения инструментария, баком для сбора сухого мусора, шкафами для личной и рабочей одежды, стеллажами для косметики и инвентарем для уборки. Дезинфекцию помещений проводят способом орошения и протирания поверхностей в отсутствии клиентов, после чего проветривают в течение 30 минут. Обрабатывают все залы, включая косметологический, массажный, зал для педикюра, маникюра и кабинет для солярия. Дезинфекция – это уничтожение болезнетворных микробов при помощи специальных средств. Метод дезинфекции может быть кипячение, воздушный, паровой или химический. В салонах наиболее распространен, конечно же, химический. Готовят растворы по инструкциям, хранят в емкостях с крышками, на которые нанесена маркировка. Инструменты размещают на подносе, выполненном из материала устойчиво к химическим средствам, после чего погружают в раствор в раскрытом, разобранном виде полностью. В состав средства должны входить антикоррозийные добавки. Наиболее популярными препаратами являются бацилол и биолонг. Бацилол – это готовое к употреблению быстродействующее спиртосодержащее средство, не содержит формальтегид. Биолонг представлен в виде универсального средства с моющими свойствами, а также средства для маникюрных, педикюрных и других косметологических инструментов. В солярии после каждого сеанса все поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами. Посетителям должны предоставить одноразовые полотенца и одноразовые тапочки. По мере загрязнения необходимо проводить очистку вентиляционных отверстий внутри аппарата. Стерилизация инструмента – это процесс уничтожения всех видов микробной флоры с помощью физических или химических воздействий. Проводится под действием высокой температуры. Инструменты аккуратно в раскрытом виде укладывают на решетку термостерилизатора абсолютно сухими и не вынимают до полного высыхания. Основные виды стерилизаторов – это сухожаровый шкаф под действием высокой температуры, автоклав под действием горячего пара, что не тупит инструмент, а также шариковые стерилизаторы, которые обеспечивают сомнительную чистоту и сильно тупят инструмент. В косметологических и педикюрных кабинетах мастерам для защиты кожи рук рекомендуется использовать одноразовые латексные или нетриловые перчатки. По санитарным нормам перед процедурами с каждым новым клиентом мастер обязан вымыть руки с мылом, ногти должны быть чистыми. Антисептическая обработка рук. Для уничтожения временной микрофлоры можно использовать биолонг и стерилиум. Это препараты для дезинфекции кожи. Средства для хирургической и гигиенической обработки кожи рук с пролонгированным действием. Средняя дозировка – это минимум 3 мл препарата втирать в сухие руки 30 секунд. Во всех помещениях салона рекомендуется с максимальной эффективностью использовать естественное освещение, а также иллюминисцентное освещение. Редактор субтитров А.Семкин